Абрикосы Вот это проблемы, да? Ну мы их сейчас осветили с вами В какой-то степени Если бы у них были абрикосы поздние Наверное, все-таки пусть не такие роскошные, как королевские Ясно, европейцы раньше цветут, раньше плодоносят Но и по завтраку попадают Сколько мы собрали? Ну королевские ведра два Ну академика ведра два Ну там дальневосточные крупные Серафимы Баи Ну ведер по пять Это что, урожай для меня? Это стыд и смех Но я ничего не могу поделать против природы Итак, мы выделили абрикосы Теперь переходим к сливам Значит сливы Они сами себя определили Какими им быть Только сейчас на ваших глазах Была собрана вот эта слива Мы торопимся Поэтому они Время поджимает Это вот то, что вы видите на дереве И под деревом Есть же фотографии Может вы делали, Марина? А я вот только что наделала Это примерно третья часть Это уже остатки И тут у меня возникает научный вопрос На который я ответ не знаю Например Если мы собирали уже три недели назад Вот такое же ведро Потом две недели назад Такое же ведро Так Еще И вот это вот Вот последняя неделя Так Получается Одни упали раньше Другие в среднем Третьи поздние Вот эти поздние Качество косточек Интересно Более поздние, чем те, которые первые упали? Ну я думаю, что вот эти Наверное, будут позднее А наука это подтвердит? Это мы так считаем Ну я не знаю Я же А для чего мы Может быть какой-то На ваш блог и на мой Может забредет какой-нибудь пиолог? Может быть и забредет Может не только на мой Может потом в дальнейшем Кто-нибудь действительно Заинтересуется этим вопросом И будет А потом С этим уже ясно Это Китай А вот это вот Ну вы знаете, почему Их венгерками называют? Это у меня самый мелкий Обратите внимание Да, кстати, можете попробовать Я на ваше лицо гляну Я-то это самое Можно, да? А то я их засорвала Я с ними познакомился В колхозном саду В это самое Деревне Жортнева Это Волынская область Мы в колхозном саду Их не воровали Собирали за это Кажет Оно еще зеленое Оно еще зеленое Почему я вас подвел-то? Вот что такое позднее А там мы сейчас подойдем Ее родственник Тоже венгерка Называется Богатырская Тоже с Украины Но уже с Херсонской области А она уже вся лежит Сейчас мы с вами Ну давайте, чтобы закончил Рыбок с этим Просто пойдемте не спеша Не выключая Не выключая По пути увидим Черешни, которых не может быть никогда Потом отдельно Если у вас будет время Мы еще отдельно посмотрим Вот пропускаем яблони Представляете, Слава Мичуринская Какая она оказалась надежная Почему? Зимняя Поздно свела Вот результат У нас же было Две волны заморозков Проскочила Так Вот здесь В прошлом году у меня не были Вот здесь росли груши Вон пеньки Каждая давала по 30 с лишним ведер А теперь остались одни пни Почему? Если время останется Поговорим еще и о грушах Ладно? Вот Вот это вот Тоже выделены будут Сливы Но Китайские сливы У них случается следующее Я специально ее сказал собрать Так Вот уже Более северная Уже пусть мелкая Но она съедобная И соки, компоты, варенья Но ведь Тюменцы Тоже хотят С Алихарда Мне это Это самое С Якутией Вот хочу и все Представляете Картина какая Север Сахалина Это же лесотундра Мне кажется на севере Я бы тоже радовалась Да в том-то и дело Я уже не выдержал Это Говорю Юля, собирай Это Не имея вообще ничего Это было бы вообще в радость Да Потому что Они же как У меня же северяне Делюсь впечатлениями Письма пишут Знаете С чего начинает список С персиков У них Они говорят У нас Еще кто Север Сахалина Мне просит С этими Как они Как они Как они С лесотундрой Жители Камчатки А на Камчатке Нету 40 градусов Но там же и лето Коротющее Камчатка же теплая считается Там не замерзающий океан Ну давайте Идемте сюда Мы закончим разговор Со сливами Вот видите А вот это Херсонская область Ну они тоже Относятся Получается К поздним Они ведь Попробуйте Они это В этом году Сахара нет Но я их ем с удовольствием Потому что я люблю Когда хрустит на зубах То есть мы имеем Ввиду Имеем что Китай Дальний Восток Видели ведерко И вот эти тоже Будет ведерко Теперь Смотрим дальше Вот он Сурийский край Они были Два раза крупнее Но опять Уже который раз Мы собираемся Все с одного И того же дерева Сильно много Поэтому мелко Да Те что мы видели Ведро мелкие Это еще не такие были Это первый год такой Ну сумасшедшая И вы знаете Что Страх закрадывается Они же простали Эти 200 ведер Абрикос С лишним Боитесь что больше не будет Что или Я боюсь зимы Вот это вот все Обилие страшное Измельчало все Вот Ну бывает Приятные исключения Ну давайте еще к яблоне Подойдем А вот к яблону Держите веточку Держу Это просто В принципе мы Разговор со сливами Закончили Значит мы теперь знаем Венгерки поздние Так И Сувенир Восок Китай позднее То есть Они должны Иметь приоритет Да Давайте Яблонка Ямщик Подождите Я сделаю Как бы немножко Разделю Чтоб мне потом Резать меньше было Искать Так Ну теперь по яблонам Давайте посмотрим На яблоне Я пожертвую Одной Одним яблочком Она не упала Тут ни одно Вот упала Не 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 позорит Она нас Вот смотрите Вот это вот такие яблочки Видели Вот Лопнуло Смотрите Ну лопнуло Потому что Влаги много Вот Это богатырь Красавчик Вон они там В кроне Вот они Почему я показываю Потому что У нас Когда я рассказывал Про эти Сейчас я его сюда кину На землю Когда я показывал Вот то ведро С мелкими сливами Да Все хотят что То что на рынке Там Вы представляете Сливы Фотографии Больше вот этого яблока Вот этого вот Больше Это на фотографии И они этого хотят А вот когда я ему так Предложу Вот то что Вот то что мы видели В ведре Они чуть больше ногти Вот так Кто захочет взять Бесполезно Но я б ведро собрал Но это уже так На всякий случай И теперь Вот эти вот поздние яблоки Еще там у нас есть Несколько деревьев Где еще висят Да Вот Они На то и поздние Но практически В садах их нет Напоминаю Сувенирово Это самое Ой Далеко идти за ними Северная стена Лежит до следующего Рожая И еще может Полежать Значит Пипин шафранный До следующего года Еще может лежать Антоновка Сама с собой Антоновке Уже правда Все Она ее Все Изничтожили Во всех Прорезали Вот А потом она Значит Благополучно Исчезла в садах Она самая Оказалась Податливая На это То есть С одной стороны Морозостойка Но из самого Популярного сорта Его было много Значит ее и резали И довели до того Что ее в садах У нас не стало Вот так Полукультурах не стало Ранеток не стало Ну ладно Это я отвлекся Итак Яблоки тоже Почему это очень интересно Кстати говоря Вот это очень интересно Что какие сорта Именно Как долго лежат Ну Добавляю Так Я его снял Ну пойдемте Немножко вернемся К тем Которые Казалось бы Поскромнее Но вкусные Невероятно Морозостойкие И урожайные У меня же Большой сад Сожгли Ребята На мотоциклах И здесь Я особо Яблоками не хвастаюсь Ну они как бы Это Ну не главный Здесь Здесь король Абрикос Вот А кстати Сейчас еще Про груши поговорим Где тут поближе Ага Вот смотрите Вот это Есть Вот он Слава Мичуринска Великолепные Яблоки Но Они Уступают По размеру Те которые Нарисованы Там нарисованы Уже Не Это Никак С фотографии делают Увеличивают И теперь Яблоки Которые На рынке Продают Они С футбольной Мячей Фотографии Вот такие Вот Футбольный Мяч Естественно Что К Сергею Вот Заметили Приехали Никого нет Самое лучшее Время Сырость И сейчас Самое лучшее Время Для пересадки К обеду Он обещал Говорит Сейчас подъедет Один покупатель Спросил Куда Секатер Дел А я Секатером Собрался Китайский Лимонник Будем Про него Говорить Резать Про китайский Лимонник Ну Можно Будет Почему Мы Только Отдельным Роликом Да Отдельным Роликом Так Вот Я Почему Значит Вот Единственное Если Он Вдруг Приедет Раньше А вы Еще Тут Может Посмотрим Что Такое Предпродажная Подготовка Это Важейший Монент Тоже Кстати Можно Будет Посмотреть Но Это Вряд Либо Если Сколько Обед Люди Любят Особенно Русский Сказал Двенадцать Приеду Два Ну Да Люди Непунктуальны Да Это У нас Посмотрим Посмотрим Если Получится То Смотрим Тоже Тему Это Озвучим Если Вдруг Так Сейчас Значит Про Яблоки Долго Говорить Не Буду Кроме Того Что В чем Зимний Зимний Сорт Вот Я Перечислил Значит Как Они Долго Лежат Опорты Так Опорты Потом Вот Этот Вот Пусть Они Не Крупные Слава Мичуринска Так Потом Жигулевская Ну До Жигулевского Может Дойти Оно Тут Недалеко У меня Пойдем Все равно Гулять Будем Да Это Все Зимние При Нормальном Хранении Без Всякой Хитрости Кстати Они Лежат До Весны Все Что Я Перечислил Все Вот Эти Сор Да Есть Еще Редкости У меня Еще Участок Напротив Через Дорогу Да Вот Там Есть Роскошные Голдены А Здесь У нас Был Этот Праздник Орожая Помните Я Вот Отсюда Крупные Сорвал Ну Чтоб Людей Удивить А у меня Осталась Фотография Я ее Вставлю Вот Мелкие Остались Ладно Это Тоже Зимний Голден Дэли Сейчас Так И Куда Я вас Вел Совсем Мало Яблонь Только Из-за Того Что У меня Было Всего 1650 Это До Пожара Ага Вот Жигулевская Это Уже Молодежь Это Я Восстанавливал Сад Давайте Поищем Ага Поискал Где Они Яблоки Кончилось Яблонь По Маленькой Да Нет Собрали Тут Смотрите Как Легко Собирает Глядите Видите Это И Все Вот Так Собирает Все Что По Углами А Вот Пипинчики О Настатки Да Я Их Уже Сняла Ну Ладно В общем Яблони Это Самая Грустная Тема Поэтому Давление Скачет Пойдем К грушам Подождите Мы Вот Пропустили Вот Они Это Мелкие Ну Все Равно Есть Они На Кустах Здесь Были Знаете Да Сильно Грустная Тема